Всем привет! Итак, давайте разберемся с незнакомыми названиями, к которым нам надо привыкнуть. Встречаем – Voya Free. Это первая модель этой марки. Сама марка принадлежит китайскому государственному автопроизводителю Dongqueng Motor. История Voya началась в 2020 году, а вот история материнской компании Dongqueng Motor началась в 1968 году. На данный момент эта компания продает 3 миллиона автомобилей ежегодно. Модель Free – это кроссовер. По длине и ширине он примерно сопоставим с BMW X5 последних поколений. Чуть больше, чем F15 и чуть меньше, чем G05. Но общая высота кузова на целых 5-6 см ниже. Колесная база у Free буквально на 2 см скромнее. В общем, это крупный кроссовер, а не какой-то мелкий городской проныра. Попробуйте по внешнему виду догадаться, что тут является движущей силой. Естественно, электромоторы. Так вот, если поднять капот Voya, то становится понятно, что фальшерадиаторная решетка здесь неспроста. Под капотом еще один капот. А вот под этим пластиком скрыт полуторалитровый турбированный двигатель, который никак не связан с колесами. Этот двигатель крутит генератор, который подзаряжает батарею емкостью 33 кВт в час. А вот оттуда расходится энергия к двум электромоторам. В общем, Voya Free – это последовательный гибрид. Еще такую силовую установку со времен BMW i3 называют «Range Extender», что дословно значит удлинитель пробега. Объем топливного бака у такого Free составляет 55 литров. Заправляться можно на любой заправке. Кроме того, батарею можно заряжать на медленной или на быстрой зарядке. Производитель с гордостью сообщает, что если вы полностью заправите бак и полностью зарядите батарею, этот кроссовер проедет 860 км. А вот так ли это на самом деле, мы дальше подробнее расскажем. А сейчас прыгаем за руль этого премиального китайского кроссовера, который наглухо и на сухую разделывает дорогущий и мощный BMW XM, который мы недавно обозревали. А вот сейчас расскажем почему. Я вам сейчас скажу очень страшную и неожиданную вещь. Последовательный гибрид с удлинителем пробега – это очень крутая тема. Вот смотрите, Voya Free мощнее, чем BMW XM и мощнее, чем самый свежий BMW X5 M Competition. То есть электромоторы на 694 лошадиных силы выдают мощность мгновенно. И это офигенно круто! Да, если вы захотите прокатиться с ветерком по автобану более 200 км в час, электрический привод вас разочарует, потому что максимальная скорость у вот этого автомобиля 200 км в час. Но во всех остальных и более востребованных режимах эта машина просто в клочья рвет более именитых конкурентов с ДВС. И вы спросите, в чем подвох? А его нет! Второе, что хотелось бы заметить – бензильный мотор-генератор буквально не дает батареи разряжаться. И у вас всегда есть мощность в виде 694 электролошадей. И вам всегда будет доступен момент в 1040 электроньютонов, пока в баке есть бензин. Ну а еще можно ехать на полностью электрической тяге. То есть зарядили свой Voya через обычную розетку, либо же через быструю зарядку с разъемом GPT и поехали. Он проедет 100-140 км в зависимости от стиля езды. А если батарея разрядится в ноль, то мотор-бензогенератор без труда ее будет заряжать на ходу. Помните, как дела шли с параллельным гибридом XM? Там такого сделать нельзя. То есть надо остановиться и подзарядить батарею, чтобы были доступны все лошадки. И еще Voya умеет рекуперировать энергию, то есть умеет ездить с одной педалью. То есть, если мы отпускаем педаль акселератора, мы рекуперируем энергию и заряжаем батарею. Так где же подвох? Да нет никакого подвоха. Я вот вам это говорю и сам себе не верю. А еще насыплю немножко информации, которую со мной поделился владелец. Так вот, он купил этот Voya Free у официального дилера. До этого у него не было никаких гибридов и никаких электричек. Попробуйте догадаться, сколько же литров на 100 км надо гибриду мощностью 694 лошадиных силы. Обязательно сейчас насыпьте ответы в комментариях. А я вам скажу, что в большинстве случаев владелец эксплуатирует этот автомобиль в режиме поддержания заряда батареи на уровне около 70%. То есть, бензогенератор работает постоянно. Итак, ваш ответ – 7,5 литров на 100 км. И владелец отмечает, что Voya Free – это самый экономичный автомобиль из всех его предыдущих, при несравнимо большей мощности и динамике в целом. Ну, а теперь давайте посчитаем. То есть, на полном баке этот гибрид может проехать 730 км. Плюс мы можем рассчитывать еще на 100 км на чистой электротяге. То есть, мы практически выходим на те же самые заявленные 860 км. Поэтому, если нет уверенности в электромобилях, если недостаточно быстрых зарядок, то вот такой вот последовательный гибрид – это отличный выбор. Он и едет, и экономит, и мощность на ходу не теряет. И снова не могу отделаться от сравнений с BMW XM, который, как вы понимаете, не может излечь достаточно преимуществ из своей гибридной силовой установки. У Voya Free есть пневмоподвеска. Она штатная. То есть, этот автомобиль еще и едет очень плавно и может изменять высоту дорожного просвета примерно от 11 см до 21 см. То есть, получается, что в BMW XM надо платить за эмоции. Эмоции стоят, получается, до хрена! Ну, а теперь поговорим о ценах. В Voya Free примерно в 5-6 раз дешевле, чем BMW XM. Как уже было отмечено, владелец купил эту машину у официального импортера. И стоимость её была 59 тысяч долларов. Ну, сейчас вы в комментариях насыпите, что если привезти из Китая, то будет дешевле. Слушайте, ну, каждому своё. Каждый сам решает, как покупать автомобиль. Но если покупать автомобиль у официального импортера, то будет гарантия. Это 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Кстати, точно такие же цифры у официального дилера в Китае. Также будет кузовной ремонт, сервисное обслуживание, запчасти. Кстати, мы у дилера узнали стоимость запчастей по некоторым позициям. И расскажем вам об этом в этом видео, когда поедем на СТО. Так что не переключайтесь. Что можно сказать про салон Voya Free? Как и у многих премиальных китайцев, этот салон по качеству ничем не отличается от салонов именитых европейских брендов. Что по точности сборки, что по качеству материала. А давайте сейчас молча посмотрим эти прекрасные кадры. В салоне присутствуют кнопки для управления климатом, для доступа к быстрым настройкам. В общем, все нужны на каждый день функции на месте. Кстати, всеми функциями и настройками можно управлять с помощью голосовых команд. Но нужно владеть китайским языком. Фишка этого интерьера – три монитора в центральной консоли. Причем, эта часть консоли приподнимается или опускается при нажатии кнопки. По центру консоли находится видеокамера, с помощью которой машина распознает водителя и переключается на его профиль. То есть, на заданные им настройки. Про мультимедийные функции Voya Free можно рассказывать часами. То есть, тут есть даже режим караоке. Тут можно изменять цвет подсветки. Здесь есть функция массажа, здесь есть даже камера ночного видения. В общем, функций уйма. Но владелец заметил, что в данной комплектации нет подогрева и вентиляции задних сидений. А это для некоторых минус. Кстати, активный круиз-контроль работает отлично. Держит полосу, контролирует скорость, считывает дорожные знаки. В общем, а сейчас я предлагаю поехать на S100 и подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, не забывайте, что помимо отличных БУ запчастей и большого ассортимента у «АвтоСтронга», есть еще и новые запчасти. Обязательно звоните нам, пишите в мессенджерах, заходите на наш сайт и заказывайте. И у нас есть еще подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами в очень хорошем состоянии и продаем их с полным пакетом документов. В общем, ссылочки будут в описании. Ну что, мы на S100 и продолжаем. При осмотре Voya Free на подъемнике становится понятна его гибридная сущность. То есть спереди вот так вот идет выхлопная труба. Здесь на днище подвешена батарея, два электромотора сзади и спереди. И спереди над электромотором висит ДВС, спаренный с генератором. Задняя подвеска поражает толщиной алюминиевых рычагов. Даже вот эти вот тяги огромные, но это надо для прочности их изогнутой конструкции. Также давайте обратим внимание на то, что пневмобаллон и амортизатор задний расположены отдельно. И также надо еще отметить, что на верхней опоре амортизатора видны шляпки болтов. А это значит, что не надо разбирать салон для того, чтобы снять амортизатор. Компрессор пневмоподвески и блок клапанов установлен в коробе в заднем свесе кузова справа. Задние пневмобаллоны помещены в гофры. И это их защищает от грязи и влаги. То есть это отличное решение защищает от абразивного износа, который приводит к протиранию резины. Ну, вот, поклонники Audi присмотритесь повнимательнее, и здесь вы увидите верхний раздвоенный рычаг. И наверняка нам напишите комментарий. Ну, а для всех других объясним, что формально здесь двухрычажная подвеска. Верхний рычаг представляет из себя две тяги, каждая с отдельной шаровой опорой, закрепленной в поворотный кулак. Благодаря такой конструкции ось поворота всего кулака ближе или даже совпадает с вертикальной осью самого колеса. Сверху в самом поворотном кулаке есть болт с зажимающей шаровой опорой. Интересно, будет ли здесь, как на Audi, проблема его выкрутить? То есть на Audi он закисает намертво. Нижние рычаги и способы их крепления точно такие же, как на Audi, такие же, как на Q7 последнего поколения в частности. Шаровая косого рычага запрессована в него, шаровая переднего рычага фиксируется в кулаке, сверху притягивается к рычагу гайкой. Все нижние шаровые стянуты в нижней опоре поворотного кулака одним болтом, который тоже здорово закисает. Похожим образом, к переднему рычагу крепится тяга датчика уровня или положения кузова. Так вот, что надо знать про эти тяги? Если шарнир закиснет, то тяга сломается в самом слабом месте. Кстати, мы знаем некоторые цены деталей подвески. Уточнили у дилера, перевели в доллары и получаем следующее. Задний и нижний рычаг стоят $250. Передний рычаг стоит $145. Далее идем в верхние рычаги по $75. Передняя пневмостойка $1350. Рулевая тяга $52. Ее наконечник $62. Если так посмотреть, то цены за оригинал не такие уж и большие. И не надо шутить, что это китайский оригинал. Рулевая рейка тут электрическая от компании Bosch. Выхлопная труба проходит сразу над электромотором рулевой рейки, а электромотор прикрыт мягким термоэкраном. Кстати, спереди в моторном отсеке виден двигатель. Заезжать на ТО надо каждые 10 000 км. Предусмотрено, кстати, еще нулевое ТО на 5000 км. Про двигатель известно немного. Его каталожный индекс C15 TDR. Это рядная четверка с цепным приводом ГРМ. Ее еще используют на автомобилях марки «Эулус». Это тоже бренд «Дон Фэнга». И этот двигатель даже занял первое место в национальном китайском конкурсе. То есть был двигателем года. Слева на днище установлены элементы системы подогрева батареи. Тепло для ее контура берется как от двигателя, так и от системы кондиционирования, так и от отдельного ТЭНа. Опять же, при наличии ДВС и пассажиры могут рассчитывать на тепло, сгенерированное им, а не за счет энергии тяговой батареи, как сделано в чистых электромобилях. Гибридный Voya Free еще предлагается с увеличенной емкостью батареи до 39 кВт в час. Но там суммарно электродвигатели выдают мощность 490 лошадиных сил. Есть еще чистая электрическая версия с батареей 86 кВт в час и 109 кВт в час. В первом случае будет один мотор, и он выдает 347 лошадиных сил. А во втором случае оба мотора выдают 490 лошадиных сил, а запас хода – 475 километров. Китайские автомобили и их производители просто развиваются какими-то гигантскими скачками. И обычные люди покупают эти автомобили даже не из-за цены, которую и так лучше не придумаешь, а ценят эти автомобили за качество, за количество опций, за внешний вид и так далее. Так вот, я не вижу ни одной причины, чтобы не поменять какой-то европейский премиум на вот этот автомобиль. Да, есть вопросы. Допустим, вот такие автомобили, китайские и другие автомобили, возят какими-то серыми схемами. Тут возникает вопрос. Да, нет сервиса и нет запчастей, и даже нет кузовных запчастей. Ну, вот вы, например, попали в ДТП, и каска возместила вам затраты. Так, а чем чинить? А чинить нечем. Мы у дилера Воя узнали цены на кузовные запчасти. Сейчас мы вам покажем их табличкой. А пока вы изучаете их, мы вам скажем, что в этом видео ни разу не было рекламы этого автомобиля. Просто специфика нашего канала такая. Мы тщательно изучаем информацию, высказываем свое мнение и вам все это подаем под очень хорошим соусом. Вот стою я здесь и смотрю на Воя Фри. Его запросто можно сравнить с BMW X5, Mercedes ML, Lexus RX и других одноклассников из Японии и Европы. Но, сдается мне, что он-то всех уделал. Он-то стоит новый, как те бэушные, либо даже сильно бэушные. Но даже некорректно его сравнивать с этими конкурентами, потому что он их, в принципе, уделал там. Потому что ни у одной этой марки, которую я назвал, нет четкого, последовательного гибрида. А вы напишите свои мысли в комментариях по этому поводу. Обязательно прочтем, обязательно учтем. Если вы хотите, чтобы мы делали вот такие вот классные, четкие обзоры, то обязательно поддержите нас, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет. Компания «АвтоСтронг».